друзья всем привет вы на канале делай сам и с вами снова алексей а сегодня хочу сделать небольшую самоделку самоделка будет нас для сада такая прикольная штука так что жон убирайте от монитора то заставит вас делать это сейчас а вы как раз за зиму можете подготовиться и обрадовать своих жен вот что получится нас давайте посмотрим видео всем приятного просмотра ставьте лайки не забывайте подписываться на канал также не забывайте комментировать хочется от вас побольше обратной связи но я буду показывать как я все это делал основа сниж самоделки будет канистра в данном случае это из-под синижа нам не валялась давным-давно алюминиевой проволоки немного монтажная пена первым делом что я сейчас делаю сейчас я размечу отрежу пол канистры например на глаз проволоки я хочу попробовать сделать мини карточек по сторонам так я проволоку сейчас все распущу на самом деле для этого будет лучше всего какая-нибудь сетка металлическая пластиковая без разницы просто у меня нету я делаю из того что у меня есть под рукой и это даже был не просто проволока это был кабель электрический я зачистил и вытащил сейчас потихонечку так вот все края загнул сейчас всю загнувшуюся проволоку которая загнул будут потихонечку собирать каркасу таким образом все примитивно делаю первый раз ну как первый раз на видео первый раз делаю я уже все конечно делал есть кому-то будет интересно и могу показать потом заснять обзор что у меня уже из таких материалов делал уже есть заготовки на следующий год и думаю каждому будет интересно что можно сделать так ну в общем сейчас я быстренько все это соберу вот так вот проволоку супер косик стену сделаем в общем я хаотично так связал проволоку по кругу это так чисто ради эксперимента грубо говоря сейчас возьмем нашу блатную подставочку картон поставим все это таким вот образом встряхнув пену и потихонечку начинаю все это запенивать так вот Продолжение следует... Главное закрыть всю сетку, чтобы проволоку, вернее, чтобы ее не было видно. Ну вот, пиро наше высохло. Простояло, наверное, не одна от часов. Тут у нас больше. А, сейчас возьму я ножик и буду это вырезать. Как думаете, что я такое пытаюсь сделать? Если есть какие-то у вас мысли, что это будет получаться, пишите в комментариях. Но я буду обрезать все это в хаотичном порядке, так как у меня просто душа моя так лежит, так и буду резать все это. Ну а следующее, что мы делаем? Берем шпаклевку. Да, у меня, конечно, шпаклевка обычная, там для наружных работ. Вы сейчас кто-то, умника, сразу по ним набежит, скажет, вот для пены есть специальная шпаклевка. Да, есть, но там маленькая баночка 100-граммовая стоит около 300 рублей, а здесь банка большая, полтора килограмма, стоит 250 рублей. Я не думаю, что она будет гораздо хуже. В общем, берем шпатель и наносим шпаклевочку. В общем, я в один слой так грубо прям нанес шпаклевку, до 7 миллиметров, там написано на ней, это акриловая шпаклевка. Так, ну вот шпаклевочка подсохла, сейчас возьму наждачку, зачищу немножко, такие грубые, чтобы грубость убрать, и еще один слой шпаклевки будем накладывать. Ну вот, я, в общем, зашлифовал, все грубое убрал, сразу показала, где, что видно, какие впадины более-более такие есть. Сейчас еще один слойчик шпаклевочки нанесу. В общем, второй слой шпаклевки высох. Сейчас опять же возьму наждачечку, сейчас более крупной, потом более мелкой. Все это зашлифуем и отправим в покраску. Я думаю, больше шпаклевать не буду. Ну вот и шлифовка подходит к концу, уже под конец я 600-й, думаю, хватит, достаточно будет для нашего изделия. Я пока держу все в секрете, пока до конца вам не расскажу, что это будет. Так что смотрите до конца и узнаете, что будет. Ну, все будет в конце. В общем, все, я шлифовал, так как смог, больше не буду. До этого и не нужно будет, все будет смотреться очень здорово и классно. Ну вот, подошло время к покраске. Взял я водный лак по камню и дереву. Тоже придется наносить-то все в несколько слоев. Ну, немножечко я, конечно, хочу попробовать все это кистью сделать. Хотел сначала с краскопульта, но решил первый слой нанести кистью. Посмотрим, что получится. Конечно, кистью получаются очень сильно большие разводы. Ну, сейчас мы, чтобы все грубые места пройдемся кистью, а потом уже, может быть, попробуем и с краскопульта все это сделать. Вот так вот. Друзья, ну вот я и покрасил наше чудо из канистры и пены. Получился у нас вот такой декоративный камушек. Сейчас все это высох, не думал, что снимаю. Оказалось, не снимаю. Ну, ничего, завтра уже покажу на улице, как это будет все выглядеть. Даже вон собака пришла моя, посмотрите, да, Рой, ну-ка, сидеть. Сидеть, мой хороший. Молодец, как тебе такой камень? Нравится, да? Молодец ты мой. Ну, собственно, вот такой вот камень получился. На улице лежит, он хорошо вписывается. Сделан для чего он у меня? Потому что у меня здесь... Сейчас попробую. Вот так вот. Бам-дамс. У меня здесь кран. Закрылся, крана нет. Можно, конечно, сделать разной формы. Есть у меня еще вот такой тоже камень, другого цвета. Так что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, что вы думаете по этому поводу. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok